Южноуральский солдат, который два месяца был в розыске, написал заявление в военную прокуратуру. Александр Татаренко дал эксклюзивное интервью агентству чрезвычайных новостей и рассказал, почему решился на побег из военной части в Приморском крае. И как выживал все это время. Подробности в материале нашего корреспондента. Да, я признану свою полностью вину и в оставлении части, что да, я мог там дальше куда-то пойти, во Владивосток в прокуратуру, но мне 19 лет, я ни от кого помощи не получил, я потерялся. С такого признания начинает свое интервью бывший контрактник и в деталях рассказывает, почему он был вынужден оставить воинскую часть. Сначала было, да, все нормально. Я пошел в лес за дровами, за мной пошли два моих сослуживца рядовые. Начали со мной диалог, что я плохо работаю, сильно обнаглел. В отношении меня, как сказать, физическую силу. Да, применили физическую силу эти два молодых человека и поставили меня на деньги. То есть я должен был отдать по 12,5 тысяч рублей каждому из них. В общей сложности, говорит Александр, отдал им порядка 20 тысяч рублей. Но все равно, говорит, стал жертвой дедовщины. Он хотел написать заявление, но, говорит, не мог его отправить несколько дней. Сослуживцы якобы запугивали его еще больше. Тогда он ушел в увольнительную и был пойман с наркотиком. Да, меня приняли на закладки. Я, получается, когда с отдела полиции вышел, потерял смысл жизни и все, пошел, куда глаза глядят и остался под мостом. Его отпустили из полиции, но в часть он не вернулся. Он несколько дней жил под мостом, пока его не нашли гастарбайтеры. Они накормили его и предложили работу за еду. Дни 10 пробыл под этим мостом в Уссурийске. Потом меня, получается, нашли таджики, привели к себе домой, переодели, накормили. А потом он заработал на телефон и связался с родителями. Мать с отцом не сразу поверили, что сын спустя два месяца вышел на связь. На что я ему сказал, ребенок, продержись, пожалуйста, пару дней. Я вылетаю за тобой во Владивосток, потому что он думал, то есть он был согласен уже, то есть он уже в себя пришел, он был готов выйти, сдаться военной прокуратуре либо военной части и ответить за свои поступки. Но он ждал, что я приеду, его там поддержу морально и физически. Я решил просто, что никуда мы там сдаваться не пойдем. Я его забираю в Челябинск и буду всеми правдами и неправдами везти его домой. С Дальнего Востока добирались уже на попутках и после сразу пошли в военную комендатуру. Впрочем, в воинской части, говорят, рассказ Александра Татаренко о дедовщине – выдумка. То, что он там писал своей подруге, то, что у него сломана рука, ребра что-то, этого ничего не было. У меня версия такая, что он поймался с наркотиками из-за этого. Потом в ходе его поисков мы выяснили, что он и на гражданке употреблял много наркотиков, и здесь пытался неоднократно. Самому Александру сейчас грозит наказание по двум оголовным делам за оставление места службы и за покупку наркотиков. Вину по обеим статьям юноша полностью признает и готов понести наказание. Впрочем, свое заявление, в котором он рассказал об отношениях со служивцами, он уже отнес в военную прокуратуру. Во время моих поисков лейтенант Пилипейко, который работает в военной полиции при данной части 16871, высказался, что меня забрали инопланетяне. И как вы думаете, стоило ли ждать от них помощи или нет? Продолжение следует... Продолжение следует...